Сейчас я хотел бы пригласить на эту сцену участников следующей панельной дискуссии, которые смогут рассказать, как они реализовали себя в Армении. Итак, друзья, встречайте шесть следующих участников. Вагем Иеликян. Мариана Василян представляет Америя Банк. Поаплодируйте, пожалуйста. Аванес Испирян. Компания IT's Armenia. Казара Копян. Street Workout Armenia. Сашка Аванян. Creopia Productions. И Геворг Монташан. Глобал Шейперс Дилижан Клав. Друзья, по программе панели мы каждому из спикеров даем регламент ровно пять минут. В течение этого времени они должны презентовать, рассказать о своей истории успеха, о том, как они себя реализовали, о том, что было сделано ими. Как сказал господин посол Тигран Сыронян, Армения открыта для нас, открыта для репатриантов, но есть уже люди, которые проделали этот нелегкий путь. И первым будет выступать человек, который реализовал себя в нелегкой, но очень популярной сейчас индустрии, спортивной индустрии. Это Казар Акопян. Street Workout Armenia. Приветствуем. Добрый день, уважаемые соотечественники. Очень рад вас видеть здесь. Я на самом деле здесь чувствую себя как дома, потому что первая страна, в которой переехали мои родители и я, это Украина. Мы жили в Донецкой области, в городе Доброполе. По изучению украинского языка я получил двойку, однако стал чемпионом Украины по боксу по юниорам. После мы переехали в Москву, и в Москве я закончил экономический факультет имени Циолковского, построил карьеру в фитнес-индустрии. И пришел к тому, что в Москве мне неинтересно, скучно, наступили другие времена, появились новые мысли. И эти мысли тянули, конечно же, к своим корням, к своей родине, которую я очень люблю и очень рад, что я переехал к себе домой. И первый видеоролик, который я бы хотел продемонстрировать. Я не буду презентации показывать, PowerPoint, а сразу покажу то, чем я занялся. И мы посмотрим видеоролики, и сразу, как говорится, перейдем к делу. С вашей стороны я бы хотел, чтобы вы были более активны, у меня будет такая небольшая интерактивная часть для вас. Поэтому давайте посмотрим. Первый видеоролик – это ролик про красочный забег. Этот забег я решил организовать для того, чтобы изменить настроение в Армении. Продолжение следует... Продолжение следует... Мероприятие очень понравилось армянской молодежи, не только армянской молодежи, но и многим туристам. Почему? Потому что в тот период, когда я переехал, а я переехал в 2014 году, действительно была такая ситуация, что вроде как бы страна не страна, там очень скучно, очень грустно все было. И мне хотелось на самом деле, чтобы в нашей стране было больше позитива и каких-то более других таких красок, настроений. И собственно удалось благодаря этому мероприятию внести какое-то свежее дыхание. И молодежь с радостью ходит на эти мероприятия, популяризируется бег, здоровый образ жизни, подключаются туристы. Это все, на мой взгляд, очень положительно влияет на изменения Армении. Это проект, которым я также занимаюсь, то есть проект Run Armenia, в рамках которого я организовываю забеги. Но одно из масштабных и самых, так сказать, первоочередных проектов для меня оказался проект Street Workout, движение Street Workout. Я в России, в Москве, стал у истоков развития фитнес-индустрии, работая в компании Планета Фитнес, которая в Киеве, в Украине тоже имела сеть клубов. Сегодня один из моих коллег здесь присутствует. Привет, дорогой, рад тебя видеть. Мне очень нравилось и нравится соединять спорт и бизнес, потому что бизнес равно спорт, спорт равно бизнес с точки зрения команды образования, с точки зрения волевых качеств, целеустремленности и активности. Мне хотелось, чтобы молодежь в Армении была более целеустремленная, активная, здоровая, сильная, крепкая и такая, чтобы могла предстоять всем тем вызовам, которые Армения сегодня находится. Прежде чем показать видеоролик про деятельность Street Workout Армении, мне бы хотелось, чтобы мы сейчас вместе с вами традиционно… Традиционно… Одна минута осталась? Я немножко нарушу. Традиционно… То есть проделали следующий клич. Я говорю Street, да? Вы все вместе говорите Workout. Давайте попробуем. Street Workout. Ну как-то грустно немножко, да? Так это так вяленько. Давайте попробуем погромче, а потом я скажу Айастан второй раз, а вы скажете Арач. Хорошо? Договорились? Только активнее, все вместе. Street Workout. Street Workout. Street Workout. Сойдет или еще раз попробуем? Как вы думаете? Не то было, да, по-моему? Вот минимум Эмин говорят, что вроде не то. Друзья мои, все верно, а не таки сныли. А? Это как барцер, а вы ли барцер. Окей? Давайте. Street Workout. Street Workout. Курасстан. Окей, ну ладно, поехали. Будем считать, что это принимается. Спасибо большое. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Я с Газар-Хакопианом, на Хайстанской Street Workout федерации. Скуса, в 2013 году, в Федерации, в Хайстану и в Аркалаху, спорт, ага-мурит, туризм и в Стрит-Уркалаху. ГОЛОСОВА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо большое, Казар, за прекрасную презентацию. Спасибо, что взбодрил зал. Ну а сейчас хотелось бы предоставить слово человеку из более корпоративного сегмента бизнеса. Человек, который представляет Америя Банк. Встречайте, Мариана Василян. Здравствуйте. У меня, так как нет презентации, я все-таки, наверное, буду сидя говорить, если вы позволите. Я немножко расскажу о себе. Все-таки не совсем связано это с Америя Банком, хотя я лично работаю там уже 9 лет, чем очень горжусь и ни разу не жалею о своем выборе. Я родилась и выросла в Ереване, закончила Ереванский государственный университет. В 2001 году с родителями, с братьями, с их семьями мы переехали в Москву, как тогда казалось, навсегда. Да. Мне очень повезло со своим первым работодателем. Я начал свою карьеру в инвестиционной компании «Тройка диалог», там же познакомилась со своим мужем. Потом поменяла сферу, перешла в ипотечное кредитование, работала в городском ипотечном банке, потом в банке «Суситет» и «Женераль Восток». Но вот в 2009 году муж получил предложение о работе в Армении. И мы долго думали, не могли решиться, но все-таки все взвесив, обсудив, решили попробовать переехать в Армению. И что вы думаете, что мне подарил муж на 8 марта? Он мне подарил билеты в один конец в Ереван на всю семью. Мы переехали. Тогда у нас в Ереване ничего не было, ни квартиры, ни машины, только несколько друзей, родственников и наша маленькая семья. И огромное желание жить в Ереване и сделать что-то хорошее для своей родины, для своего города. Мы тогда... Я, муж уже работал, я была без работы год, но очень быстро нашла работу. Мне сделала предложение сначала страховой компании, но поработав там 8 месяцев, я поняла, что все-таки банковское дело – это мое. Отправила резюме в Америабанк, прошла три собеседования жестких, получила предложение о работе. И, как уже сказала, до сих пор там работаю. Что дальше? Мы, значит... И что... На самом деле, хотелось еще сказать, что мне дала работа, особенно в Америабанке. Я, во-первых, снова стала своей в своем городе, что потеряла какое-то время. Америабанк мне дал карьерный рост и образование. Вложил в меня как в сотрудника. На самом деле, жить в Армении одновременно и очень ужасно, интересно и тяжело. Особенно, когда привыкаешь к масштабам большого города. В Ереване все кажется очень маленьким. И рынок, и город. Иногда даже горы давят, кажется. Но ко всему очень быстро привыкаешь, потому что это все-таки твой родной город, где ты вырос, родился, вырос. И вот собираюсь жить до конца своей жизни. Что я люблю в Армении и в Ереване? На самом деле, в первую очередь, это климат. Потому что у нас почти круглый год светит солнце. Это расстояние. Мы живем за городом, и я за 15-20 минут доезжаю до центра города, что дает возможность уделить время и семье, и друзьям, и самой себе. Я обожаю еду нашу, потому что я очень люблю кушать. Так что советую вам приехать, посмотреть и все-таки решиться на этот шаг, вернуться на родину, где вы очень нужны, где ваша родина вас очень ждет. Спасибо. Спасибо большое, Марианна. Спасибо. Я бы по вам не сказал, что вы очень любите кушать, но в целом спасибо большое. Большое спасибо и встречаем третьего спикера. Человек, который возглавляет компанию, которая работает в одном и самом развивающемся секторе Армении и самом востребованном мировом секторе на сегодняшний день. Это IT-сектор. И Аванес Испирян, IT-с Армения. Спасибо. Можно? И почти потом добавите время. Окей, это история, история моей жизни, моей репатриации, но на самом деле это история не моей, не моя история. История намного давнее, чем я. История моей семьи и тема репатриации красной нитью идет через эту историю. Мои предки, моя дедушка, бабушка были вынуждены уехать из Армянского Нагорья, из западной части Армянского Нагорья в 15-м году. Благодаря американской миссии они спаслись от известных событий и нашли пристанище в Греции. И во время большой волны репатриации в 46-м году они реализовали свою мечту. И переехали вместе с сотнями тысяч людей, строящие стивую Армению в Советской Армении, в городе Иджеван, где родился мой отец. И потом я родился в Ириване. А в 94-м году, в темные времена, мы уехали на время в Москву и остались со мной 25 лет. Я остался, родители еще там. И оттуда начинается история моей сознательной жизни. И когда мое сознание чуть-чуть окрепало, у меня началось раздвоение личности небольшое. Об этом я буду рассказывать. С одной стороны, я встроил какую-то жизнь, заканчивал школу. С другой стороны, я начал погружаться в историю моей идентичности. Кто я такой, откуда я иду, зачем я живу. Я буду рассказывать через призму потребностей человеческих. Потому что мне кажется, что все, что мы делаем, мы реализовываем осознанно или неосознанно наши потребности. И в 16-17 лет я поступил в университет. Тогда реализовывал потребность стать авторитетным, уважаемым человеком в обществе. Параллельно я искал реализацию потребностей в подлинности и смысле через участие во многих общественных армянских организациях и мероприятиях. Здесь на фотографии митинг перед турецким посольством, где я со злобенным лицом что-то думаю о ком-то. Дальше продолжалось мое обучение, начало карьеры, студенческие веселые годы, веселье, самовыражение были главным моим потребностью тогда. Но еще больше тянуло заниматься тем, что дает мне смысл. Мы основали с моим другом Вааном армянский клуб в высшей школе экономики. И здесь проводим лекцию по истории Армении на вкультете политологии. Мне здесь 19 лет. Дальше продолжался карьерный путь. Я пытался быть уважаемым человеком, доказать себе, что я могу быть профессионалом. Поступал и работал в хороших компаниях, но в то же время находил очень много вдохновения в дальнейшей интеграции со своими корнями. Я занимался армянскими танцами. Здесь мы отмечаем четырехлетие армянского клуба, где около ста студентов участвовали тогда. Ну и дальше еще пару лет я пошел вообще наверх, решил работать на правительство России, чтобы доказать, что я важный человек, делаю большие дела и помогаю обществу развиваться. Но еще больше маятник меня качал в сторону творчества, единения. И я организовал творческие вечера. Это вечер 90-летию Парули Севака в Центральном доме литераторов в Москве. Далее я пошел в бизнес и творчество через бизнес. Я основал несколько компаний в Москве и работал в инвестиционной компании, где помогал богатым людям, в основном армянам, становиться еще богаче. И мой фокус внимания больше переместился на Армению. Я много тогда путешествовал в Армению, думал, что можно здесь делать. И начинали мы делать благотворительные проекты с моими партнерами в основном в сфере помощи детям в ДЦП. И бега, которую потом блестяще продолжила инициатива Ереван-марафон. Ну и вот примерно так я жил до решения переехать в Армению. Оно возникло накануне бархатной революции. И бархатная революция стала для меня триггером эмоциональным, чтобы сделать этот шаг. За что я и буду бесконечно благодарен. Хотя бы только за это. Но началось все чуть раньше. Я собрал кружок друзей. И мы думали, как делать Армению более счастливой. Потому что мы смотрели рейтинг счастливых стран мира. Такой прекрасный рейтинг. Армения там была на, по-моему, 21-м месте из 150 стран. Мне было непонятно, потому что я в Армении всегда счастливый себя чувствовал. И я подумал, что что-то не то. Ну и мы поняли, что проблема в том, что Армения очень нищая страна в первую очередь. И, конечно, есть три вызова у Армении. Как быть богатой, безопасной и сохранять свою энергетичность. Но богатство сейчас на первом месте. И мы стремимся делать ее экономически просветающей, чтобы укоренить нищету. И мы выявили... У меня логика такая. Надо помогать тому, что развивается. То есть надо делать так, чтобы сформировался независимый армянский капитал с офисом в Армении, с армянской элитой. Не только российские, армянские, олигархи, американские и так далее. Но именно, чтобы был независимый капитал в Армении, он сформируется сейчас в IT-секторе в первую очередь. Потому что аккумулирует независимых ресурсы, независимых людей, которые хотят почему-то именно в Армении создавать свои продукты и инновации. Уже сейчас Армения около 7% ВВП генерирует в IT-секторе. И там работает 20 тысяч человек. То есть на одного человека по вкладу в ВВП беспрецедентный вклад, имеемый в мире. И при этом мы поняли, что очень большая нехватка специалистов на IT-рынке. Три шага, как переехать в Армению. Сначала выявить проблему, потом подтвердить эту проблему с клиентами. Я поехал в Армению, встречался где-то с 15 IT-компаниями и спрашивал, что вам нужно, чтобы расти 10 раз быстрее. Они говорили, нам нужны кадры, нам нужны кадры. Это примерно с теми компаниями, с которыми я общался. И я спросил, а что если мы вам привезем крутых специалистов из других стран? Проблема была причем именно в том, что не хватало старших разработчиков. В Армении около 20 тысяч разработчиков, но люди уезжают и не хватает их. И мы подумали, будет круто привезти иностранцев в Армению. Причем мой фокус был именно на том, чтобы привозить иностранцев, то есть не армян, чтобы показать, что Армения может быть интересной для реализации для разнациональности. Я сейчас закончу уже. И третий шаг – это, соответственно… Не работает. А можно слайд поменять? Да, и следующий шаг – дать решение. Мы за один год существования привезли 11 топ-программистов в Армению. Из России, из Ливана, из Ирана. Иранцы, русские, армяне, из Европы, из Чехии. Это некоторые из них. И они сейчас хорошо интригируются. Вот иранцы, Али, учат армянский язык. Мэдди с женой тоже учат армянский язык. Им очень нравится работать. Денис вчера перевез семью свою. Полгода здесь был теперь. Из Анапы перевез семью. Рома. И, в общем, я верю, что Армения – это страна, которая место для реализации всех потребностей и талантов всех людей. Я лично нашел какую-то целостность в том, что я нахожусь в Армении. И перестала моя двойственность выражаться вот в таких больших маятниках маховика. И я верю, что мы можем приводить много интересных людей в Армению и делать бизнес из Армении в Европу. Мы сейчас делаем также рекрутинговый бизнес с европейскими странами брендом Mitzel. Помогаем, например, немецким компаниям рекрутить талантов из разных стран мира. Если среди вас есть айтишники или люди, которые думают о том, чтобы начать карьеру в IT, подходите, пообщаемся. Подскажу, как делать первые шаги в Армении. Спасибо. Спасибо большое, Аванес. Все айтишники, которые есть в этом зале во время кофе-брейка, могут подойти к Аванесу, пообщаться, контакты, данные, и он с удовольствием создаст вам полную информационную поддержку. Сейчас бы я хотел передать микрофон, пожалуйста. Передать микрофон человеку, который давно участвует в работе различных благотворительных армянских организаций, общины и также других направлениях. Человек, который репатриировал в Армению, которого я давно знаю, и человек, который возглавляет на самом деле фонд, который является организатором этого прекрасного форума Repatriomania, вице-президент фонда «Армянская инициатива» Ваге Меликян. Встречайте. Спасибо большое, Леванжан. Приветствую вас, друзья. У меня презентации нету, поэтому я тоже буду вести сидя. Итак, говорят, чтобы развиваться, нужно чистить зубы левой рукой, либо переехать жить в другую страну. Родился я в Ереване и уже 22 года живу в Киеве. Я работаю в семейном бизнесе, занимаемся производством продуктов питания, экспортируем более чем в 40 стран. Также у меня есть ряд своих бизнесов. Это и ягодный бизнес, IT-компания, которая занимается виртуальной дополненной реальностью, несколько стартапов. Последние 15 лет я участвую активно в жизни армянской диаспоры Украины. Был председателем молодежной организации Киевско-армянской общины. Был заместителем главы общины. И три года назад мы вместе с Айком основали фонд армянской инициативы. Инициатива. Мне очень нравится это слово. От него веет духом энергии действия. Звучит романтично, но все, что вы видите вокруг, является чьей-либо инициативой. Даже люди вокруг вас, этот форум, это все инициатива. И примерно полгода назад я решился на еще одну инициативу, на авантюру. Я переехал жить в Армению. И теперь я живу и работаю там. И здесь. И там. И сейчас я здесь. И меня снова тянет обратно. И это очень странно для меня, потому что я очень люблю Киев. И единственное объяснение, которое я могу этому найти, это то, что я себя там очень насыщенно реализую. Представьте себя иголочкой на карте Украины, которой привязаны нити ваших связей, ваших возможностей, всех ресурсов, которые у вас есть. Теперь мысленно перенесите эту иголочку в любую точку мира, например, в Ереван. Эти нити протянутся вслед за вами. Таким образом формируются связи, таким образом связываются государства. Эти ниточки являются мостиками, через которые текут потоки инвестиций, через которые текут туристические потоки, бизнес-потоки, потоки культуры и знаний. Таким образом, растягивая себя на две стороны, вы увеличиваете масштаб своей личности. Вы становитесь частью чего-то большего, чем вы сами. И мне это очень нравится. В наше время мир дает нам огромное количество возможностей и условий, чтобы стать гражданином мира. Вокруг репатриантов формируется синергия, которая не только приумножает количество их, грани их личности, но и полирует уже существующие, потому что они проявляются в совершенно новых условиях. Например, переехав в Армению, я намного более активно начал заниматься торговым домом Армения, миссией которой является увеличение торгового оборота между Арменией и Украиной. И продукты, как уже говорили, вы можете найти в основных сетях Украины. И это тоже возможности. Еще одна возможность – это не придумывать велосипед и перевести уже успешный существующий украинский бизнес в Армению в виде франшизы. Очень скоро я запускаю одну образовательную инициативу, франшизу в Армении. Это украинский успешный проект, где дети будут учиться современным перспективным дисциплинам. Это и робототехника, и программирование. И это будет происходить так, что у них будут развиваться такие востребованные навыки, как критическое мышление, как креативность и другое. Поэтому я призываю вас, инвестируйте в Армению. Если вы квалифицированный специалист, переезжайте работать в Армению. Если вы можете работать дистанционно, то работайте из Армении. Переезжайте учиться в Армению, так как уже говорили, есть много вузов на основных языках, доступных для армянской диаспоры. Переезд в другую страну – это серьезный выход из зоны комфорта. И, как известно, он приводит к существенному росту, развитию вашей личности. Но этот выход из зоны комфорта сопряжен с сильным стрессом. Уникальность нашего случая в том, что эта стрессовость намного меньше. Мы едем на родину. И, как я уже говорил, есть два пути развить себя. Первый – это почистить зубы регулярно левой рукой. Второй – это переехать жить в другую страну. Я выбрал второе. Спасибо. Спасибо, Вагаджан. Я хочу напомнить, что сессия вопросов и ответов будет по окончанию нашей выступления всех спикеров панельной дискуссии. И сейчас хотел бы предоставить слово следующему спикеру – Александра Аванян, Круэлпия Productions. Встречаем. Всем здравствуйте. Я очень рада впервые находиться в Киеве сегодня. И очень радует количество людей тут, и в том числе количество рук, которых поднялось, когда вопрос был спрашен, кто интересуется переездом в Армению. Расскажу чуть-чуть про себя. Я родилась в Хьюстоне, в штате Техас, в Америке. Я выросла в Москве, там прожила до 14 лет. И в то время переехала в Канаду, где я закончила школу и поступила в университет Могил в Монреале, где я училась на философа. По профессии я режиссер, я снимаю фильмы, большинство документальные. И примерно два года назад, уже два с половиной года назад, я приехала в Армению с программой Depi-Hike, Birthright Armenia, с Эван, который здесь находился сегодня. И через эту программу я провела 10 месяцев в качестве волонтера в Армении. Это время я провела в Ереване, в Ванадзоре и в Сипанакерте, в Арцахе. Из этих трех городов Ванадзор очень-очень сильно впечатлил. И полтора года назад я переехала постоянно уже жить в Ванадзоре. Спасибо большое. Я хочу рассказать чуть-чуть о моем отношении к армянской идентичности. Значит, все мое детство я абстрактно знала, что моя фамилия армянская, но мой отец, который армянин, родом из Ашхабата, вырос в Туркмении. И просто советский человек вообще мало интереса имеет в Армении, поэтому у меня никогда в детстве не было связи ни с идеей Армении, ни с диаспорой. Когда я была в могиле, я как-то познакомилась с девочкой, которая узнала, что у меня армянская фамилия, сказала мне, что я армянка, и пригласила меня на мероприятие армян в Монреале. Там я узнала про birthright Армении и уже более начинала задумываться о том, что да, все-таки я армянка, и в этом есть много плюсов. Значит, с тех пор, как я переехала в Армению, я все больше и больше ощущаю себя армянкой, и это большую часть к тому, что Армения меня очень с открытыми руками приняла, очень поддерживают меня, когда я учу армянский, я еще не дошла до того уровня, чтобы свободно владеть языком, но гамат, гамат, саворуме. Значит, теперь, чем я занимаюсь в надзоре? У меня компания, стартап, называется Криопия Productions. Мы меньше, чем год уже работаем, но всего шесть месяцев, как я постоянно свое время уделяю. Мы социальный бизнес, занимаемся видеомонтажем, анимацией и графическим дизайном для западных клиентов. Сейчас в основном это Америка, Канада и Англия. И одновременно мы проводим тренинги в надзоре для молодежи, чтобы они выучили навыки видеомонтажа и анимации. Наше как бы видение для в надзора и откуда как бы эта идея родилась для этой компании, это было то, что я заметила, что все очень-очень креативные и талантливые люди из надзора уезжают в город Счка. Дел нету, да? Значит, я почувствовала вот это ощущение, что люди из надзора очень-очень любят свой город, и только если бы была нормальная работа, за которую они могли бы поддерживать свою семью, они бы остались в надзоре. Но, к сожалению, этой ситуации еще нет. Наша цель в Криопия Productions – это создать атмосферу креативную в надзоре настолько сильную, что репатрианты возвращались не только в Ереван, но и в надзор, чтобы местные креативные люди в надзоре имели качественные работы, и чтобы креатив в надзоре не уезжал, как и сейчас есть ситуация. Значит, мы очень благодарны. Мы сейчас в инкубаторе Репат Стартап. Они нас послали на Севан Стартап мероприятие этим летом в августе, где мы выиграли. И потихоньку мы будем строить вот эту идею к креативно развивающему в надзору. Я думаю, что моя история о том, как я приехала в Армению, для меня была очень неожиданной. Когда я приехала в Армению, я понятия не имела, что я останусь, я понятия не имела, что я захочу всю свою энергию вложить в Армению, именно в надзор. И я просто очень-очень благодарна за то, что я родилась армянкой, и, слава богу, я об этом узнала пару лет назад. Я очень-очень хочу сказать, что если у вас хоть есть какая-нибудь интуиция или какое-нибудь чувство, что вас тянет в Армению, езжайте туда, спрашивайте все вопросы, находите свой округ, который вас поддержит там, потому что Армения – это страна, которая имеет настолько много потенциала, которое я вижу каждый день. И я считаю, что все будущее Армении – это будет в руках диаспоры, которые будут возвращаться и поднимать остальной народ, который там. Спасибо за ваше внимание. Спасибо, Александра. Следующий спикер живет неподалеку от вас, в городе Дилижан. Поэтому, друзья, пожалуйста, встречайте. Global Shapers Dilejant Hub Геворг Монташан. Спасибо. Я все-таки, у меня нет презентации, но, наверное, я останусь, чтобы вас видеть лучше. Потому что мне более важно, чтобы было на связи с вами и видел ваши лица и ваши реакции. Я когда как раз уехал из Армении, я понимал, что я вернусь. И было это четкое понимание, что я уехал, как рассказывал Ваэ, с пониманием набираться опыта и вернуться, это разделить для моего отечества, чтобы мы построили страну, о которой мы мечтали. И в продолжении темы, которую Сашка только что указывал, это про возможности в регионах, где очень много талантливых людей, но очень недоступные возможности для саморазвития. И у меня несколько шапок, чем я занимаюсь в своей работе. И Global Shaper Community – это глобальная сеть молодых ребят, которые ведут 10 тысяч человек по всему миру. Инициатива – это Всемирного экономического форума. И основание дележанского хаба, откуда родом мой дед, и где я тоже живу, как и в Ереване, это был некий протест, чтобы привести вот эти возможности молодым людям в этих регионах. Инициатива Всемирного экономического форума заключается в том, что с помощью волонтерства, то есть без каких определенных финансовых интересов, изменить свое сообщество и мир вокруг себя. И эти изменения, могу сказать, неким образом признаются. Например, у нас было это большое, я считаю, таким, наверное, достоянием, что мы смогли получить разрешение, чтобы открыли второй хаб, кроме Ереванского хаба, в Дилижане. В городе, где очень много синергии. И эта синергия опять получилась не случайно. Это дележанская международная школа, о которой вы знаете. Я полагаю, что вы знаете. Если вы знаете, можете похлопать. Спасибо. Это Айбовская школа. Это Research and Training Center Центрального банка. Вы слышали про это? Вот услышали уже. Прекрасно. Это тумо. И это немало инициатив, которые в этом маленьком городе генерируются. Но остается вопрос, как их все соизидеть и насколько оно гармонично включается в социальную жизнь людям, которые живут в этих регионах. Это не только дележан. Мы, будучи в дележанском хабе, это хаб – очень хорошее слово в этом смысле. Мы в неком смысле такой центр притяжения хотим стать пока еще. В том случае, что соединить все другие регионы, которые вокруг дележана развиваются. Это весь товушки Марс. Это Лори. Это Герар Куник. И чтобы молодежь получила вот эту возможность, чтобы быть частью всего этого. Это большой network, это большой knowledge, который мы хотим дистрибировать. И на самом деле, в неком смысле, можно сказать, одно из признаний было, что, например, пригласили меня в этом году участвовать в Даосском международном форуме в Швейцарии как представитель Global Shaper Community из дележанского хаба. Этим образом мы просто представим не только Армению, город Ереван, но и Армению, город Дележан. И мы будем только 50 таких молодых ребят со всего мира. И мне кажется, это немаленькое такое достояние, которое можно похлопать тоже, если вы не против. Спасибо. У меня осталась минута. Я только хотел немножко рассказать, что вы можете сделать тоже. Я очень обрадовался, когда увидел, что люди подняли руки, начали задуматься о переезде в Армению. Я бы сказал еще одну вещь. Зачем переезжать в Армению? Это офигенная страна, где очень много что уже поменялось с прошлого года. Это фантастическое место, где вы можете очень многое реализовать. И, конечно, не каждая страна без каких-то, не знаю, не хотел сказать изъянов, но есть и хорошее, и плохое. Но я бы сказал одно. В каком-то смысле мы всегда искали, какая у нас миссия, что мы хотим сделать. Для меня это такое понятие. Я хочу создать страну, где люди живут счастливыми. Многие, наверное, этого хотят. Но пути, достижения к этому разные. Наверное, если мы будем задумываться, что для нас может быть таким символом, который будет нас здравить в этом стране, чтобы жить в нашей стране и восхищаться, и двигаться в этом направлении, для меня это гора Арарат и тот символ, который дает нам и всему миру, как символ спасения. И мне кажется, что это самое правильное время сейчас как раз возвращаться в Армению, создавать свои предприятия, и будучи, находясь в Армении, и двигаться, и развивать весь мир, и приведись, какой хороший пример. Я очень должен закончить. Спасибо вам большое. На этом все. Спасибо большое, Георг. Друзья, сейчас сессия вопросов и ответов, поэтому все, кто хочет задать вопрос, пожалуйста, поднимайте руку. Вопросов нет. Вопросов нет. Ну, есть ли вопросы? Есть вопрос. Пожалуйста, передайте микрофон. Добрый день, меня зовут Даниил. Меня интересует один вопрос глобальный. Есть какие-либо законопроекты сейчас, которые помогут решить экологическую проблему Армении, в том числе Еревана, потому что ездил, и очень много мусора. Прошу прощения, экологическую или технологическую? Экологические, экологические. Просто я видел в Ереване детская школа, и сразу большая, огромная свалка, и детская площадка, и дети играют. И я много общался с людьми, и нету конкретных законопроектов, которые бы решили эту проблему. Очень много мусора, нету переработки конкретной. Спасибо, Даниил. Геворг Монташан ответит на ваш вопрос. Даниил, спасибо за вопрос. Отвечу так коротко. Например, на нашу глобальный шейбер-химмит у нас 3-3 impact areas. Это окружающая среда, где мы тоже работаем в направлении. Но на законодательном уровне в Армении вы слышали, что была инициатива от примера, чтобы посадить 10 миллионов деревьев. Это, знаете, на самом деле 10 миллионов, 20 будет следующим через год. И это на самом деле такое, на уровне законодательства такие вопросы немножко не решаются. Это больше поведенческое изменение населения. И такие шаги предпринимаются, естественно. Я вам сейчас не смогу перечислить все эти законы, которые есть, и какие эксперименты идут. Но, например, то же самое посадить 10 миллионов и заботиться о этих 10 миллионов деревьев. Мне кажется, это такое очень хорошее направление, где люди будут просто заботиться о окружающей среде и, наверное, будут задумываться, будут бросать мусор в реку или нет. Например, в Дирижане такая проблема у нас, мне не стыдно это говорить, когда я видел, что люди таких 50-60 лет, они берут мусор, рядом здесь определенные урны, они бросают это в реку. Ну, как это поменять? Давайте вы скажете. Мне кажется, в многих городах, наверное, это видится. Это поведенческое изменение, которое просто надо с людьми работать и направление в этом, и показать, почему это не надо делать. Вот и все. Спасибо. Спасибо большое, Георг. Пару комментариев тоже со своей стороны. Как показывает практика, не все сразу. Идет время, и те вопросы, которые, допустим, замечают вы, мы, коллеги, они постепенно трансформируются, прорабатываются и изменяются. Изменяются к лучшему сторону. И ведь то, что вы сказали, действительно есть определенная такая вот, скажем так, ситуация с точки зрения, да, там, экологии, мусора, не только в Армении, но и во всем мире. Но в Армении она тоже стоит в какой-то степени остро, да. Но общество идет к этому, изменения, они очевидны, множество есть различных уже организаций, которые проводят глобальные такие субботники, да, и так далее, и тому подобное. И обращают именно внимание общественности именно как раз-таки на этот вопрос. Поэтому я думаю, что в скором будущем ситуация будет изменена. В том числе вы можете приехать и заниматься этим вопросом. Передайте. Спасибо большое. Ваги Меликян. Да, я тоже коротко скажу на эту тему. Я каждый год катаюсь в Армению. И вот когда вы смотрите, как растет ребенок, если вы каждый день за этим наблюдаете, вы не видите разницы. Я на короткий срок приезжал каждый год и видел, как Армения менялась. Самое яркое изменение было в этом году. Единственный негативный момент был действительно вопрос с мусором. Но я и осенью там был, этот вопрос уже решился. Там какая-то проблема была с сервисными коммунальными службами, но она уже как несколько месяцев решилась. Теперь там все чисто. Спасибо. Еще я вижу вопрос. Пожалуйста, передайте микрофон во второй ряд. Да, пожалуйста. Я хотел задать не вопрос, а дополнить вопрос про мусор. Мы занимаемся консалтингом немного в этой теме. К сожалению, это проблема и Украины, в частности Киева. И единственный мусороперерабатывающий комбинат, который существует, многие могут и не знать, находится в городе Абухов. Ну, собственниками, основателем тоже является армянин. Это вот для маленькая такая информация. Но вопрос мусора стоит острый даже в Киеве. Для Армении это, ну, в любой стране это большая проблема. И, кстати, он должен быть где-то здесь. Спасибо, Гагик. Спасибо большое. Информация прозвучала, наверное, на правах. Да. Ну, еще вопросы. Передайте, пожалуйста, микрофон. Работает. По поводу мусора, кстати, вы спросили, как этот вопрос решить, раз уж сегодня мусорная тема. Я скажу, как его решили в Грузии. Оказывается, чисто не в той стране, где не мусорят, чисто в той стране, где убирают. То есть, чтобы не было вот этого бытового мусора, сигареты, бочки, нужно просто убирать. Когда чисто на улице человек ходит, он не мусорит. То есть, вот такое простое социальное изменение. Причем это у них сработало в две стороны. Они сначала починили, а потом после них сломали. Спасибо. Но мусор бог с ним, ладно. Смотрите, у нас сегодня вот так или иначе технологическая встреча. Я хотел о чем сказать. В диаспоре, в частности в Украине, много армян, которые занимаются технологическим бизнесом. Это та часть, которая может быть достаточно перспективна для Армении. Я встречался со своими друзьями, они тоже говорили, что в Армении в экосистеме стартапов происходят крупные изменения в лучшую сторону. Вопрос мой звучит так. Как мы, люди, которые живут за границей, в частности в Киеве, допустим, можем быть чем-то полезным, экспертизой, нетворком, чем угодно для стартапов, которые находятся в Армении? Спасибо за вопрос. Пожалуйста, регламент 20 секунд, потому что мне показывают уже, что время ограничено. Пожалуйста. Наверное, я отвечу за эти секторы. Вы правильно начали. Экспертиза очень важна. Можно начать просто с этого. Приехать в Армению и организовать воркшоп, мастер-класс, митап. Мы вам поможем в этом. Это первый шаг очень простой. Познакомиться с людьми. Мы готовы быть проводниками этого. Если вы задумаетесь о более серьезных вложениях, то Армения нуждается в коалифицированных кадрах, то можно открыть там какой-то офис разработки, помогать своими знаниями, взращивать джуниоров, открывать стажировки для молодых. Там кадров очень много. Сейчас школы готовят очень много джуниоров. Есть такая прекрасная программа «Армат», «Армат», которая сейчас уже внедрена в 2500, половину школы Армении, и в следующем году будет внедрена во все школы. Это программа обучения робототехники и Азам Computer Science в школах. То есть уровень технического образования довольно высокий. Вопрос, как их развивать. Вы можете приехать, открыть там филиал своей компании и таким образом вкладывать в развитие людей. И это будет выгодно экономически, потому что пока еще Армения по-прежнему бедная страна, и разработка там будет чуть-чуть выгоднее, чем в Украине. Спасибо большое. Спасибо. Давайте еще раз поаплодируем участникам всем нашей панельной дискуссии. Я передаю микрофон Вардану. Спасибо большое, Леванджа, за модерацию. Ребята, вы реально хорошо зажгли. На самом деле сложно держать в тонусе аудиторию, но вы смогли превзойти, я думаю, первую панель. За это вам огромное спасибо. Хочу сказать, что мне самому, как представителю фонда «Армат» Армении, мне очень приятно, что из всех панелистов, которые вы видите, 4 человека, бывшие участники форума «Имэджин Армении», сидели в зале. Сегодня они выступают на сцене. Я очень надеюсь, что в этом зале тоже появятся ребята, которые на базе этого потом переедут в Армению или, если даже не переедут, начнут делать многие интересные вещи, как и наши предыдущие панелисты, и будут выступать здесь, на сцене уже в Киеве и в других городах, куда мы поедем со следующим форумом. Хочу объявить следующее. Сейчас у нас будет перерыв на обед. У нас с нами депутат национального собрания София Овсапиан. София, поднимись, пожалуйста, чтобы тебя видели. Если у вас есть желание пообщаться с ней, считать это во время этой паузы, пожалуйста, подходите к ней. Мы все также будем доступны. Я очень надеюсь вас увидеть через примерно 45 минут после обеда, потому что у нас будет очень интересная последняя сессия, посвященная бизнесу. У нас будут очень, я еще раз говорю, сильные спикеры, которые и до этого Зары Синанян выступит и расскажет о том, сегодняшнее правительство и его новые подходы к выстраиванию отношений с диаспорой. Еще раз спасибо большое за то, что участвовали в первой половине нашей встречи. Добро пожаловать на обед.